Добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый и наша рубрика доктор баня по белому сегодня поговорим о том как часто должна быть баня или как часто может быть баня все зависит от того кому что нужно мы в баню ходим для чего в баню кто-то ходит для того чтобы отдохнуть кто-то что помыться а кто-то чтобы восстановить здоровье так вот каждому нужна своя баня потому что если человек после трудового дня посетил баню помылся под парился там для того чтобы более эффективно получить процедуру для того чтобы получить расслабление чтобы лучшее омовение прошло конечно каждый день баня это реально и это несложно это нормально для когда для этого до баня должна быть своя домашняя семейная и желательно конечно чтобы она была в каждом дворе каждом доме и даже каждой квартире вот но это конечно несколько мечты но тем не менее баня должна быть как часто решаете вы ваша направленность ваша необходимость в бане почему потому что если вы баню ставите как очистительную то ее достаточно раз в неделю раз в неделю очиститься а такие такие гигиенические свои процедуры мы конечно каждый день делаем утром и вечером как положено это уже для этого у нас есть ванны душевые умывальники все все что нужно для того чтобы сделать гигиенические процедуры а вот баня тогда становится именно местом где мы занимаемся восстановлением и очищением если же у человека баня для того чтобы как говорится просто ну пришла компания там что ну тогда это вам когда вам хочется когда вам нужно вы понятное дело эту баню запускаете только вопрос насколько нужна такая баня это уже вам решать но самое главное баня может быть хоть каждый день только меняется что интенсивность этого смотрите как лекарство принимаем мы лекарства один раз в день одна дозировка три раза в день другая дозировка так и баня если вы каждый день после труд тяжелого трудового дня заходите помылись под парились это должны быть очень мягкие процедуры по пар должен всегда быть хорошим печь конечно нужно разогревать до хорошего состояния температуру слишком высокую держать нельзя и вообще никогда нельзя держать поэтому 40 градусов вот я также строил дом я сначала сделал баню потом начал строить дом я позанимался поработал на доме вечером зашел по баню там перед этим зашел там за час подкинул она горит пока туда-сюда пока пошел там поужинал там еще что-то отдохнул и что прихожу баня уже готова самый раз помыться идти отдыхать помылся попарился лег на полог подремал расслабился получил пассивное парение потому что веничный массаж он сильно выжимает человека реально и поэтому после тяжелого труда веничный массаж ну нужно ограничено вот веничное парение это такая интенсивная процедура поэтому тут нужно выбирать и здесь вот советовать вам прямо так сказать вы должны столько-то минут делать это столько-то минут у каждого свое нет сколько вам париться какая температура сколько сколько вам омовение делать сколько вам обливания делать какой температуры это все вы выбираете по своему самочувствию по своим ощущениям какой порядок ну как всегда после того как вы поработали заходите и смываете себя всю вот эту вот рабочую грязь после этого заходите начинаете греться потеть париться пассивное парение и вас реально начинает как раз отходить то что вы не отмыли мылом и после этого вы выходите омылись облились или там еще раз помылись и после этого нас чувствуете от настоящая как у вас все открылось я после этого еще заходил ложился лежал дремал после такой бани я приходил полностью восстановленный несмотря то что перед этим у меня был очень тяжелый день тяжелый смысле я же и кладкой занимался и бетонными работами и все все что хотите в моем доме все сделано моими руками ну конечно на большие работы на на сложные работы на бетонные там кладка наружен наружные кладка кирпича большие заливки там перекрытий здесь я налимал людей остальное все своим трудом все поэтому вы должны для себя выбрать как правильно баню акцентировать насколько она вам должна быть очистительной насколько вам должна быть оздоровительной насколько она должна быть красота для расслабления и в зависимости от этого вы делаете банный процедур пока у меня все всего доброго